Солнечным, но весьма прохладным октябрьским утром Эдуард, погрузив в машину своего верного железного коня, спортивный велосипед, вместе с фотографом отправился искать место для съемок. Подходящий участок дороги найден, и вот, повинуясь творческим командам фотографа, раз за разом спортсмен в легком тренировочном костюме проезжает на фоне выбранного пейзажа. Очевидно, что участвовать в соревнованиях Эдуард привык больше, чем позировать, но с чемпионским терпением он преодолевает и это испытание. Эдуард Тулисов известен далеко за пределами Удомли как сильный спортсмен, многократный участник, призер и победитель соревнований самого разного уровня. Как рассказал сам Эдуард, профессионально лыжными гонками он занимается очень давно, а последние несколько лет увлекается еще и триатлоном, видом спорта, включающим три типа состязаний – плавание, велогонку и бег. Есть прогресс, есть результат. Соревнования для России, скажем так, не так сильно развиты, как за границей. Сейчас триатлон развивается очень хорошо. Но есть перспективы, нравится и, соответственно, результаты. Эдуард скромничает. Помимо большого количества побед в традиционных удомельских соревнованиях, например, он является многократным чемпионом состязаний по триатлону «Супермен». Он успешно участвует в спортивных мероприятиях и более высокого уровня. В августе этого года в шведском городе Кальмар проходил ежегодный чемпионат по триатлону «Айронмен», в котором приняли участие свыше двух тысяч человек из разных стран мира. Наш спортсмен в этих престижных соревнованиях занял 12-е место среди почти 300 участников в своей возрастной категории. А совсем недавно Эдуард принимал участие в международной акции в поддержку атомной энергетики, проходившей во Франции с 3 по 8 октября. Они ежегодно проводят вот эти максимарафоны. И наш концерт представляет его ежегодно. В этом году, так же я попал от нашей атомной станции и ездил, бежали мы 180 километров на всех. Нашей команде досталось 70 километров. У нас была сборная Испания, Россия и Мексика. Вот такая сборная была символическая. Бежали по побережью, по Нижней Нормандии, скажем так. Забегали мы. У них атомная станция действующая, Фламонвиль. Как бы у нас был такой промежуточный финиш. Забежали, отметились, сфотографировались. И финишировали на станции Орева. Пример Эдуарда Тулисова показывает, что работа на атомной станции – это еще и возможность раскрыть свой потенциал в любимом увлечении, например, спорте. Укреплять свое здоровье, добиваться поставленных целей, сделать свою жизнь яркой и интересной. Надо совмещать, конечно, приятное с полезным. Работа в первую очередь. Ну и благодаря руководству цеха ТАИ у меня есть возможность заниматься. Идут всегда навстречу, помогают в спорте. Дмитрий Ермаков, Денис Лебедев, Управление информацией и общественных связей, Калининской АЭС.